всем привет мои хорошие рада приветствовать вас на моем канале огромное спасибо что заглянули у нас сегодня просто огромный сет роллов с этот называется император он от и пошли теперь каждый месяц у и пошли будет проходить опрос и вследствие этого опроса вы сами можете выбрать сет который в следующем месяце будет на скидке в этом сайте 86 роллов я все не смогла уместить как бы я не хотела все уместить у меня это не получилось потому что еще роллы вот здесь на этой дощечке не помещается я пробовала ставить другую дощечку и знаете роллы очень далеко и некрасиво поэтому ничего страшного эти будем кушать отсюда и вам показала общий объем этот сет изначально стоил 46 монат а сейчас вы его можете приобрести всего за 39 90 мне кажется такое количество роллов на 5 человек огромную компанию будет просто шикарно скинуться там не знаю по 7 монат и купить просто шикарно я думаю давайте будем пробовать внешний вид мне очень нравится все выглядит невероятно аппетитно и вот как назло соседка сверху опять пылесоси наверняка вы это слышите если что не обращайте внимание напиток у нас вот такой вот лимонад я пока что это все пью у меня брат кстати отказался полностью абсолютно от сахара депрессия по поводу ногтей у меня уже прошла пальцы вроде не сильно болят но в одном месте мне почему-то кажется мне ногти гниет сейчас не к столу абсолютно об этом я как-нибудь вам во блоге расскажу покажу и так далее может и в инстаграме обязательно кстати подписывайтесь на мой инстаграм там всегда очень много информации до выхода видео подробно что-то я могу сфоткать иногда рассказываю каких-то личных моментов именно в инстаграме не в ютюбе могу это аргументировать а дело в том что видео в ютюбе они остаются остаются на память есть какие-то моменты которые я рассказываю например на эмоциях я бы не хотела чтобы пожизненно такое видео было у меня супер просто супер очень вкусно реально без привлечения это мои любимые роллы особенно такой огромный сет взять например компашкой скинуться там по 7 монат и заказать потому что у всех любимые роллы разные кому-то например вот эти вот с огурцом нравится я их не люблю кстати хотите с нори очень вкусно но не мои немного очень было много вопросов особенно в инстаграме по поводу моих ногтей почему я пошла к такому специалисту на самом деле найти хорошего мастера маникюра у нас в азербайджане так уж и легко я хотела чтобы по расположению она была недалеко от меня чтобы не тратить время на дорогу хорошие салоны они в основном в центре города а я не живу в центре мне туда ехать и обратно это минимум полтора часа еще плюс если пробки то я вообще там застряну застряну прям надолго поэтому я искала мастер который находится где-то недалеко от меня и вот у девушки я уже однажды была я вам показывал вот эту вот фотографию я у нее была где-то полгода наверное назад и осталась безумно довольна ее работой вот многие говорят что не бывает такого что мастер делает хорошо через раз вот я тоже раньше так думала что такое не бывает ну как оказалось бывает дело в том что раньше она делала долго а сейчас у нее на странице написано классные ноготочки всего за 40 минут мои ногти она делала где-то за час чуть меньше часа она потратила на все это но как вы видите результат оставляет желать лучшего я сейчас эти фотографии сюда прикреплять не буду потому что это не к столу ну кто видел тот видел в инстаграме это конечно трэш вот эти боковые параллели снесено почему такая большая разница между работами наверное она пытается работать на скорость у нее огромный поток клиентов и вот нам кажется что наоборот надо идти к мастеру у которого большой поток клиентов а мне кажется сейчас нет надо идти к мастерам которые берут по два по три клиента я помню снежана раньше занималась ногтями вот когда она выставляла окошки я обращала внимание что у нее где-то по два по три клиента в день при этом очень качественная работа это просто идеально реально снежана очень круто делать надеюсь он меня сейчас смотрит снежан ты вообще красотка в этом плане вот а у этого мастера у него получается в день по восемь клиентов я не шучу реально так и мне кажется она делает уже на скорость и уже тяп-ляп лишь бы много людей было и многих у нас устраивает такой маник то есть я думаю ну неплохо я бы тоже в принципе там боковые параллели снесена снесены где-то затеки это все ладно это все терпимо то есть я бы сказала ок даже ничего не предъявила но дело в том что мне очень больно у меня везде раны всю процедуру я чувствовала дискомфортное ощущение даже когда она снимала покрытие я об этом говорила когда уходила я ей сказала я говорю в прошлый раз вы мне сделали очень хорошо что это такое и она мне объяснила говорит у тебя щипчики тупые именно поэтому они не режут и вот у тебя порезы получились только из-за этого это типа не моя вина потом я пришла домой еще более внимательно посмотрела на свои ногти обратила внимание что архитектура так себе оставляет желать лучшего я отправила фотку и написала говорю так говорю не делается то есть однажды я у вас делала вы сделали мне хорошо а это это не работа я говорю я не хочу свои деньги обратно просто я хочу чтобы вы знали что я недовольна вашей работой то есть это не работа но что она мне ничего не ответила прослушала на голосовое сообщение и никакого ответа от нее не было вот возможно я одна такая потому что если у нее такой поток клиентов и ну возможно я не знаю может у меня не было настроение в этот день такое тоже бывает у меня например лично бывает такое при я рисую бумажные сюрпризы в один день у меня просто какие-то проблемы как-то не получается я не знаю может это тоже связано с этим она еще параллельно разговаривала по телефону с кем-то кто-то ей должен был отдать деньги он должен продать машину машина не продается я так поняла возможно это связано с тем что у человека просто плохое настроение что-то произошло поэтому сильно как бы давить еще что-то я как бы не стала но я сделала для себя определенный какой-то вывод что если даже ты один раз идешь к человеку тебе все нравится это не значит что последующие разы будет так же хорошо как в первый раз там некоторые писали что ты пошла к ученику какой ученик вы знаете как у нас здесь делают ученики не 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 ученица на просто человек пытается работать на скорость роллы очень вкусно очень я как всегда оставляю вам ссылочку обязательно переходите заказывайте мне очень много людей пишут в инстаграм что спасибо что посоветовала епошу теперь постоянно у них заказываем роллы действительно вкусные не маленькие посмотрите какие большие и запеченные вкусные другие я просто настолько привыкла к вкусу их ролл вкусу ну да к вкусу что уже знаете когда кушают другие мне уже что-то не то особенно выгодно мне кажется такие большие цвета мы как раньше делали когда на работе были скидывались все и заказывали один большой сет например в обеденный перерыв все довольные счастливые потом дальше шли работать так вот делали можете тоже здесь внутри например рыбка здесь внутри креветка то есть сет действительно хороший а вот здесь креветка месяц назад я вскользь услышала от мамы что у меня брат полностью отказался от сахара для меня было удивительно потому что он всегда кушал все подряд никогда не заморачивался на такие темы и вот вчера он пришел я ему задала вопрос откуда такое решение я не сказал что на ютюбе смотрел интервью какого-то ученого там еще назвал как его зовут его фамилию но я просто не запомнила и он посоветовал временно отказаться например от сладкого просто исключить из рациона только например фрукты кушать сухофрукты например с чаем и он говорит я вообще очень круто себя чувствую поменялось мое самочувствие говорит очень сильно я такая думаю я же повторюшка а что если мне тоже отказаться от сладкого ну условно скажем где-то на неделю и посмотреть как я себя буду чувствовать потому что брат говорит что невероятно просто меняется самочувствие человека на третий день ты уже ощущаешь вот эту легкость напишите пожалуйста в комментариях мне реально очень интересно будет почитать если среди моих подписчиков люди которые полностью исключили своего рациона сладкое сахар и как вы себя чувствуете хочется ли вам я не особая сладкоежка скажу честно вот я думаю в принципе я тоже могу исключить при желании мукпанки например сладкие не снимать или например исключить не полностью а просто уменьшить потребление сахара потому что например йогурт я очень люблю абсолютно без йогуртов я не смогу а например тортики не есть я могу тортики конфеты и все такое от этого я легко могу отказаться но есть какие-то вещи от которых я не могу отказаться просто я вот когда что-то кушаю даже на мукбанках у меня всегда рядом йогурт там в конце или в начале там какой-то сладкий донисимо без этого я не могу давайте еще пару роллов кажется что я почти не поела очень много кстати девчонок мне писали по поводу того что мы можем тебе там бесплатно делать ногти там по бартеру и так далее дело в том что все они живут очень далеко то есть не рядом со мной и дело тут даже не в деньгах а дело в том что ехать далеко экономия времени сейчас все наверное пишет ой какая деловая колбаса просто не хочется свою жизнь проводить в пробках кто мне постоянно пишет я в телефоне поставила специальное уведомление от людей ну от более важных людей то есть если даже телефон далеко находится я уже по звуку знаю кто мне написал это очень удобно важно и наверное как то звучит некрасиво например моя подруга у нее например специальное уведомление стоит чтобы я знала когда она написала ну а так если честно мой круг общения очень сузился за последнее время мне можно сказать всего одна подруга больше я ни с кем не общаюсь не потому что все люди вокруг какие-то гнилые плохие и так далее нет просто я наверное поменялась вот некоторые пишут мне в комментариях что айка забила на этот канал стала другой купила квартиру машину ей стал этот канал совершенно не интересен на самом деле не так вот вы можете заметить что подруги которые были например рядом со мной где-то год назад 99 процентов этих людей сейчас не рядом не рядом не потому что мы как-то поругались или что-то плохое произошло просто я сейчас нахожусь в таком состоянии поиска себя так скажем вот эти челленджи пранки которые я снимала раньше мне просто не интересно это снимать в какой-то момент я просто замкнулась в себе и перестала со всеми общаться так скажем пока что мне комфортно в этом состоянии но посмотрим что будет дальше на этом все мои хорошие огромное спасибо вам что досмотрели это видео до конца не забывайте ставить лайки подписываться не забывайте подписываться на мой инстаграм всех люблю пока